Наверное, это будет крайняя подводная охота в Майами. Будет жестко. Домофонное управление, сенсорные кнопки вот здесь. Ну вот, Сань, пока на Майами там идешь, будешь смотреть, следить уже по камерам, что конкретно здесь происходит. Из-за того, что есть разные часовые пояса, получается, что теряешь много денег. Эта дверь специальная, тяжелая. И именно за счет вот этого керамогранита можете примерно прикинуть, сколько эта дверь весит. Хороший размерчик. Однозначно закроют въезд в Америку. Визу вы больше никогда не получите. Подъехала полиция. Что, ребята, всем доброго майамского утра. В очередной раз отправляемся на подводную охоту. Едем с Сергеем Киркуновым. Наверное, это будет крайняя подводная охота в Майами, потому что нам нужно уже улетать. По туристической визе мы не можем находиться здесь более 179 дней в году. Полетим в Дубай. Есть в планах поехать на 8 марта на Мальдивы. А после Мальдив мы еще хотим полететь на Мальту. Мы там уже были. Честно говоря, мне этот остров абсолютно не понравился. Там скучно, делать нечего. Но там тепло. И там будут наши друзья Рома со Стасей. Поэтому я думаю, что мы замечательно проведем время. Постараюсь что-то для вас поснимать. Я понимаю, что вам в Майами уже очень сильно надоело. Вы все хейтите мое окружение здесь. Хейтите, что контент один и тот же. Я знаю, что огромное количество адекватных людей, которые вообще ничего не пишут. Ну и в том числе есть люди, которые стараются как-то самореализоваться за счет обсирания других. Пишите конструктивную критику. Я, конечно, понимаю, что вы все говорите, я там больше не тревел-блогер номер один и прочее, и прочее. Да я прекрасно это сам понимаю. Потому что сейчас у меня жизнь немножко другая. У меня сейчас семья, у меня сын родился. И я настолько намотался по разным странам, что, честно говоря, мне нравится такая жизнь, что я нахожусь в Майами. И немножко такой осеблый образ жизни веду, никуда не езжу. Зато я со своим ребенком, я понимаю, что у меня сейчас с ним определенная связь уже установилась. Я понимаю, что многие люди, им надо ходить на работу, они не видят свою семью там целый день. А я каждую минуту просыпаюсь там в 7 утра, беру ребенка и провожу с ним время. Я с ним играю, я с ним там взаимодействую. И это нереально круто, это счастье, понимаете? То, что даже там у меня упали просмотры, это нищи не имеет значения вообще никакого. Я бы не был Александром Кондрашовым, я себе не делал то, что я хочу. Мне, как человеку, который все это создавал, конечно же, важны ваши лайки, ваши просмотры, ваша реакция. Задача не быть самым популярным в мире, мне устраивает вполне то, что у меня есть. Я надеюсь, я вам передал посыл свой. Моя любимая Марина, утром такой звук сразу, как будто ты где-то на отдыхе в Таиланде. Всем привет, меня зовут Герасимов Павел, сооснователь студии Геометриум. Сегодня я вам покажу, что у нас в итоге здесь готово. Сейчас только что закончили установку двери. Приветствую. Здравствуйте. Как этим чудом пользоваться и что мне нужно делать, чтобы сюда зайти? Эта дверь содержит в себе биометрический сканер, который считывает от пальца уникальный код нашей геометрии, так сказать. И в дальнейшем он работает через электромоторные замки мотора. Для пользования этой двери мы берем телефон, скачиваем предварительно. Я уже все на самом деле скачал, конечно же, заранее. Выбираем палец, указательный правый. Открылась? Не трогаем ничего, на самом деле скачал берем. Магия. В общем, поставили мы панель, подбирали мы под цвет стен. Это было, конечно, ребята, нечто. У нас было больше, наверное, 30 выкрасов, даже какой 30, около 50 выкрасов под цвета стен. После того, как мы выбрали цвет стен, потом уже заказывали панель и все остальные двери. Так что вот такая вот история. Вот здесь система видеорегистрации идет. Можно также в подъездных холла ставить камеры, в квартире. Где бы вы ни находились, смотрите, что там у вас в квартире творится. Домофон управления непосредственно. Сенсорные кнопки вот здесь, они сейчас еще не выведены. Открытие, закрытие, переговор. Все это здесь в двери будет. Ну вот, Сань, пока на Майами там сидишь, будешь смотреть, следить уже по камерам, что конкретно здесь происходит. Что делать, если повредил палец, например? Домой не зайдешь или как? Ну, в таких случаях в телефоне предусмотрится не только один палец, а 10 пальцев. То есть приложение, это, грубо говоря, право доступа, с помощью которого ты можешь зайти. С каких пальцев? Здесь еще одна функция плюс этого замка. То, что вы когда уезжаете, да, семейные все, кто есть, прописаны. И уборщица там или кто-то тещи там взять. Не хотите, чтобы когда вас нет, кто-то попадал домой по пальцу прописанному сюда. Можете на нижнем плечину закрыть на ключ физически и уезжать. И дверь блокируется полностью. Она не откроется ни от пальца, ни от верхней плечины. Даже если ты там приложением, не приложением, кто-то пришел, поставил компьютер и взломал твою дверь, да, там, какие-нибудь хакеры, то все равно не зайдут, потому что тупо, блин, еще ключи надо подбирать. Панели специально подбирали под те же панели, которые есть в общедомовом пространстве, потому что это требование управляющей компании. Ну и в целом это правильно для того, чтобы соблюдать общую гармонию и внешний вид дизайн холлов. Такой вопрос, если свет отключат, что делать? В этой двери, именно в этой функции с биометрией, присмотрен у нас аккумуляторный блок. Как правило, держит при активной ходьбе в двери около двух суток. Пойдем внутрь смотреть, что мы там придумали. Сейчас я фирменным пальцем открою все это дело. Куда едем, Серега? За черные камни. За черные камни. В прошлый раз потерял GoPro, поэтому теперь купил специально такую штуку. Если потеряю, она всплывет. Только-только зашел в воду и уже что-то есть. Красава. Подъехала полиция. Это рыбоохрана или как-нибудь правильно. Кто это, Серег? Который проверяет рыбу, рыбнадзор. Он спросил, сколько рыбы на лодке. Я говорю, одиджа. Он говорит, а лобстеры есть. Ну ладно, ведь хорошего дня. Я не стал даже проверять. А я стою, костюм красодеваю с голой жопой. И он подъезжает, говорит, сколько дайверов в воде. Я говорю, двое. Кто капитан лодки? Просто все спросил и уехал. Даже не стал проверять. Вот это прикольно. Верят на слово. Но если обманете, будет жестко. Однозначно закроют въезд в Америку. Визу вы больше никогда не получите. Если много будет рыбы, то могут идти ремный срок дать. Лобстеры, если будут дырявые, то есть нельзя лобстера продыкать. Потому что вы должны поймать лобстера, померить его. Если он маленький, его придется отпустить. Либо если он выкроет, вы сразу отпускаете. Но мы все по закону. Мы с лицензиями. Лицензия стоит на год 122 доллара, по-моему. Это на все. На охоту, на рыбалку, на подводную охоту. Там и лобстеры входят. В общем, все, что в воде, можно ловить. Здесь все по уму сделано. Я надеюсь, что в России когда-нибудь мы тоже к этому придем. Дайте закон. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас изменилось. Самые-самые геморройные и сложные работы закончились. Уже все готово для покраски. Все готово для укладки паркета. А точнее инженерной доски. И у нас зашился потолок. Керамогранит у нас появился крупноформатный. Ребята, посмотрите, как это выглядит. Это просто пушка. Серый матовый мрамор. Он очень популярен. Считается в тренде. И у ребят будут здесь просто самые-самые крутые решения. В этом помещении есть определенное решение с вытяжкой. Вон там есть внизу отверстие непосредственно для вытяжки. Когда выберем кухню, у нас будет остров вот здесь. И на острове плита интегрированная. Для того, чтобы не делать интегрированную плиту с угольным фильтром, для того, чтобы потом не заморачиваться, их менять постоянно, мы подключаем вытяжку непосредственно к вентиляции через то отверстие, которое было как раз там. Поэтому нужно будет только сделать отверстие и повернуть вытяжку. И будет прям огонь. Пол готов уже под укладку инженерной доски. Доску мы будем именно клеить. Для этого укладывается сначала фанера. Фанера укладывается именно вот таким вот способом. Не большими листами, а небольшими такими вот квадратиками. Это нужно для чего? Для того, чтобы фанера потом не гуляла. Если фанера имеет длинный лист, она при высыхании, она может гулять, скрипеть. Плюс такие маленькие листы потом шлифуются, и получается идеально ровная поверхность. После этого наносится грунтовка. После грунтовки будет непосредственно клей и доска наклеивать. Почему наклей? Если укладывать плавающим способом, не получится сделать стены без плинтуса. А у нас все-таки задумка дизайнерская. Сделать так, чтобы никаких плинтусов у нас не было. Ну аж болгарский товарищ, что-то стрельно. Ты уже руками паимаус? Угу. Завтра будет у нас. Угу. Классатки. Ууху! Чудо-юдо рыбакит, он какой активный. Сегодняшняя добыча, локстеры или тараканы, как их называют местные. Какой красавец, дубастенький. Еще вот такой джек, хороший размерчик. Откуда здесь такие крабы? Серьезный, дядь, серьезный. Краб-паук называется. А это, видите, лобстер, какой-то другой вид. Мы сейчас его замеряем и отпустим скорость, потому что он маленький. Вот видите, это нельзя так, надо быть, что не входило здесь. А здесь, когда поставишь, и у нас, вот видишь как? Да, это маленький, отпускаем. Маленький, надо опускать. Отпускаем. Давай посмотрим, что получилось. То есть мерить на именно панцирь, да? Поставим здесь. Вот, не входит. Вот видишь? Где-то как? 5,6 миллиметра. Лучше, чем нам надо. Давайте перейдем дальше. В санузле уже, в принципе, готова уложена плитка. Крупноформатный керамогранит. Вы уже, наверное, видели, как поднимали альпинисты окна, потом строители поднимали керамогранит. Вот эту вот тяжесть таскали, огромные листы. И все это уложилось вот в такую вот аккуратную вещь. Вообще, на самом деле, керамогранит однотонный, большого формата, для того, чтобы создать эффект монолитного пространства. Чтобы казалось, что это один большой камень. Это реально очень круто выглядит. В углу у нас появился трап. И теперь как раз таки видно, как он работает. Трап щелевой именно в стене. Не нужно вот каких-то вот таких вот нелепых отверстий в центре поддона делать. Все, в общем-то, аккуратненько, гармонично смотрится. Сантехнику установили. Ребята вообще молодцы. Мы не могли долго определиться с сантехникой. Когда определились, когда ребята уже... Настя посмотрела, сказала, да, вот эту я хочу, вот это круто. А у нас остается два дня для того, чтобы запустить эти работы. Ребята за кратчайшие сроки доставили нам на объект сантехнику. И самое главное, у них еще есть и установка. То есть они помимо того, что доставляют, еще и устанавливают. Давайте про умный дом сейчас расскажу, что здесь будет. Уже завершающие работы по подключению идут. Сейчас осталось доработать все, досоединить. В целом задумка следующая. С помощью приложения у Саши будет возможность управлять светом, отоплением, вентиляцией, то есть воздухом. Шторы будут раздвигаться и сдвигаться с помощью приложения. Можно будет даже врубать музыку. Все нацелено на то, чтобы Саша мог, путешествуя вместе с своей супругой, вместе с своей семьей, в любой момент включить, выключить там электрические приборы, сделать поменьше отопления, регулировать это. То есть все решения для этого заточены. И в том числе наблюдать за камерами, кто находится здесь, открыть кому-то двери, если нужно. То есть вот такое удаленное управление этой квартирой. Еще одна фишка очень важная. Вот, например, выключатели. Все выключатели идут в линейку. И самый большой геморрой для дизайнера и для заказчика это определить, какими выключателями включается какая группа светильников. Потому что можно разработать просто миллион этих сценариев, а ты потом пожил и понял, что, блин, это на самом деле как-то неудобно. Подрядчики по умному дому спроектировали решение, где можно настроить в любом варианте подключение выключателей со связкой с светильниками. Вот эта стена у нас будет отделана панелями и зеркало в пол, как раз для того, чтобы смотреться. Поэтому эта стена уже просто подготовлена, выровнена. Мебель мы сейчас с ребятами просчитываем, выбираем. Вот эта раздвижная дверь выполняет определенную функцию. Смотрите, у нас здесь гардеробная. И вспомните, гардеробная достаточно небольшая. Она объединена со спальной зоны. И места здесь не так много для того, чтобы разойтись. И зеркало – это отличное просто решение для того, чтобы посмотреться в полный рост, когда ты оделся, увидеть, как ты выглядишь перед тем, как уходить куда-то. И это зеркало является и дверью. И, ребята, знали бы вы, какой здесь был геморрой и как мы долго прорабатывали вот это решение. Это просто жесть. Вот не найдете вы заводских коробок, где кассета в пенал уходит, где будут вот такие вот щели и зазоры, буквально прям минимальные, в несколько миллиметров. И чтобы дверь жестко стояла и видно было только рельсу сверху. Посмотрите, как монолитно и аккуратно выглядит это решение. В итоге мы отказались от всех готовых решений и сделали это самостоятельно. Строители просто прям реально потрясающие ребята. Они молодцы, потому что они сделали идеальные углы в 90 градусов. Эта дверь специальная, она тяжелая, потому что с другой стороны здесь идет керамогранит. Для того, чтобы ее можно было обслуживать потом, мы специально предусмотрели доступ. Как это работает? Вот с этой части, вот здесь, начинается встроенная мебель. И там мы специально предусмотрели люк. Этот люк будет также в конструкции мебели. Достаточно будет нажать, открыть и посмотреть, что там с рельсой, как дела. И если что, что-то подремонтировать, подрегулировать. Так, с этой стороны у нас дверь отделана керамогранитом. Что это создает? Создает монолитную конструкцию и у нас впечатление, что это полностью мраморная стена. И именно за счет вот этого керамогранита, плюс зеркало, можете примерно прикинуть, сколько эта дверь весит. Вот этот марамор, который здесь на стенах, смысл его в том, что вот эти прожилки имеют такой золотистый небольшой, немного золотистый оттенок. И на выставке и салоне в Европе часто вот этот цвет встречается. И здесь самая большая трудность, что рисунок на продолжение практически никогда не работает. В принципе, это правильно. В Европе обычно об этом как-то не задумываются. Но мы заморочились и, мне кажется, строители нас после этого очень сильно не любят. Мы просили их выкладывать на полу, стыковать вот эти огромные плиты. Они их передвигали, между собой стыковали для того, чтобы получить вот такие вот эффекты, когда одна прожилка как бы не идеально подходит, но такое впечатление складывается, что это как бы продолжение. И как будто бы это единый мрамор. Достаточно проблематично было сделать незаметный классный люк для доступа к ванне. Вот смотрите, целиком вот эта вот плитка, она является люком. То есть, если вот нажать, можно один лист керамогранита достать, цепочки отцепить и, в принципе, вот доступ к ванне имеется. С этой стороны у нас тоже нету покраски. Здесь у нас панели. И панели непростые. Панели идут вместе с зеркалами. Зеркала идут в полный рост с полу до потолка. Это для того, чтобы расширить пространство и увеличить его визуально в ту сторону. То есть, вот так. Важно не допустить ошибки. У нас здесь идет подсветка вдоль вот этих панелей. И если прям логику включить, мы понимаем, что в зеркале будет отражаться подсветка. Соответственно, просто запустить туда светодиодную ленту нельзя. Мы сделали что? Заложили светодиодный профиль с рассеивателем внутри вот этой вот ниши. И там будет аккуратная полоса света отражаться в зеркале. Вот такие подобные советы я даю на нашем YouTube-канале. И вообще, всю историю стройки вы можете перейти на YouTube-канал, подписаться и следить, что там было и подробно, кому интересно, кто делает ремонт. Саш, выбирайте уже поскорее там нам мебель заказную. Нам хочется уже дофиналить. Так что давайте ждем вас и увидимся. Ребят, это была последняя подводная охота. Мы совсем скоро улетаем. Я ничего не взял, разорвал костюм, понырял, провел весь день на море. Еще обгорел, мне кажется. Но мне это все равно нравится. Почему? Да потому что это тебя перезагружает, вода забирает плохую и негативную энергетику. Это как, знаете, йога, наверное, или медитация какая-то. А сейчас нужно взять всю снарягу, опреснить ее, потому что если вы не смоете соль, то снаряжение не прослужит вам долго, оно испортится. Кстати, многие думают, что мы реально здесь отдыхаем, ничего не делаем. Поэтому на самом деле это далеко не так просто. Какой смысл про это снимать? Типа я сажусь за компьютер и начинаю работать. Просто у нас работа не совсем такая, как понимает ее большинство людей. В основном это работа на компьютере. Торговля акциями и там инвестиции, в чем они заключаются? То есть я каждый день, когда работает рынок в 9.30 по Америке, рынки все открываются. Не нужно быть у компьютера, потому что есть какие-то сделки, которые нужно закрыть, есть какие-то сделки, которые нужно открыть. Рынок работает до 16 часов вечера. После 16 я уже могу вздохнуть свободно. И так, в принципе, в каждом деле я стараюсь везде, так сказать, успевать. Все, чем я занимаюсь, оно меня забирает больше половины дня. Я просыпаюсь в 7 утра, в России плюс 8 часов и, соответственно, рабочий день уже заканчивается. Поэтому я многое не успеваю сделать. Из-за того, что здесь разные часовые пояса, получается, что теряешь много денег. Вот.